Здравствуйте друзья. В свое время мой умный дом начинался с шлюза Xiaomi Gateway 2 версии с китайской вилкой, подсветкой и интернет радио. На пике использования у меня было их 6 штук. Потом я перевел все свои устройства на zigbee2mqtt, полностью освободив от них шлюзы. На сегодняшний день у меня осталось их 4, но один был переделан под SLS, ссылку на видео вы найдете в описании, а еще 3 используются для подсветки и голосовых уведомлений. Метод, который я покажу в этом уроке, отнюдь не новый, я пользуюсь им не менее двух лет, а то и больше. Но с тех пор мне так и не попалось ничего более удобного и простого. Мои подписчики знают, что недавно я начал переписывать с нуля конфигурацию своего Home Assistant сервера и подробно описывать ее на гитхаб. И в рамках переноса функционала по голосовым уведомлениям, я решил снять этот видео урок. Текстовый файл с описанием вы найдете по ссылке в описании под видео. В видео будет показан шлюз с активированным режимом разработчиков. Этот пункт меню есть в кастомизированной версии mihomes ресурса copyba.ru, ссылка в описании. Но по факту ключ разработчиков данной функциональности не используется, только стандартный токен Xiaomi. Думаю, что все показанное будет актуально и для шлюзов с отключенным режимом разработчика. Это мой новый рабочий сервер, скриншоты этой конфигурации вы могли видеть на гитхаб. Для получения токенов устройств нам пригодится интеграция Xiaomi Gateway 3 от AlexIT, которую можно применять и без собственно шлюза третьей версии. Подключив к ней свой облачный аккаунт mihome, можно легко получить подробные данные о каждом из своих устройств. У шлюза есть сетевой ключ и токен. Нам понадобится именно токен, который доступен и без включенного режима разработчика. Также тут есть данные о mac и ip адресе устройства. Их нужно связать на роутере, чтобы ip адрес не менялся. Для того чтобы появился сервис проигрывания звуковых файлов, шлюз нужно добавить в систему через интеграцию с Xiaomi Akara Gateway. Можно запустить автоматически поиска, можно и напрямую указать ip и даже mac адрес шлюза. Я так и делаю. Тут можно указать сетевой ключ, не токен, а ключ. Если его не указать, то нельзя будет управлять подключенными к шлюзу устройствами, но можно получать с них данные. Так как у меня режим разработчика включен и есть ключ, указываю его. Добавился шлюз. Тут есть две сущности, светильник и сенсор освещенности. Управление стандартное, как для любого RGB светильника. Проверим службы. Нам будет нужна Xiaomi Akara Playering Tone. Для записи на сервер звуковых файлов я использую addon Samba Server. Свой вариант конфигурации для него я также переведу в текстовом описании урока. Логин и пароль для доступа Home Assistant. Тут у меня выведены ярлыки для сетевого доступа в конфигурации всех моих серверов. Адрес моего нового сервера 192.168.0.60. Теперь пришло время шаманов и бубнов. Переходим в консоль. Я использую 64 битную версию Raspios на базе Debian 11. Любые подобные действия начинаем с обновления. Сначала списка пакетов. Так как установка у меня свежая, нашлось только одно обновление. Запускаем обновление пакетов. Нам понадобится три дополнительных пакета PHP, BC и FFmpeg. Устанавливаем. Теперь качаем PHP Mio, разработку для работы с Xiaomi устройствами. Ставится она в домашнюю папку пользователя. Проверим работоспособность. Через интеграцию Gateway 3 нужно получить адрес и токен любого из находящихся в вашей локальной Wi-Fi сети устройств Mi Home. Например, ультрафиолетовая лампа 5. Ее IP адрес 192.168.0.124. Разберем эту команду. Имя системного пользователя Alex. Также называется домашняя папка в которую установился PHP Mio. И отсюда запускается рабочий скрипт. Далее три ключа IP адрес. Токен. И запрос информации о устройстве. Если все сделано правильно, нам придет ответ от устройства с полной информацией, включающей и модель, и токен, и версии прошивок и сетевые параметры. Записывать можно в принципе любые mp3, но я использую только голосовые уведомления. Пользуюсь специальным telegram ботом. Но принципиального значения как они будут созданы не имеет. Кидаю текстовое сообщение. Назад получаю mp3 с его озвучкой. Сохраняю его сразу на сервер. Сделал тут папку mp3. Вот этот файл уже на сервере, быстро и удобно. Но для нормального воспроизведения на шлюзе, его надо преобразовать. Физически папка с конфигурацией Home Assistant находится вот по этому пути. Далее папка mp3. Имя записанного файла. Преобразование будет при помощи пакета ffmpeg. Параметры конвертации. Путь к создаваемому файлу, он будет лежать там же. Расширение AAC. Запускаем. Вот в папке появился преобразованный файл. Теперь берем созданный файл и переносим его в корневую папку внутреннего веб сервера Apache. Это нужно для следующего шага записи на шлюз. Файл перенесен, тут его больше нет. mp3 нам больше не надо, можно его удалить. Для примера покажу как это делать в консоли, но можно и просто из папки. Почистили, перейдем к шлюзу. Будем запускать тот же скрипт из той же домашней папки. Имя меняем на свое. Ключ с IP адресом шлюза на который мы будем писать файл. Его токен не lankey, а именно токен. И ключ отправки команды шлюзу. В этой части все команды которые мы будем рассматривать одинаковые. Отличия будут в отправляемых командах шлюзу. Тут мы загружаем пользовательскую музыку. Номер слота в котором будет храниться файл от 1000 и дальше, для каждого файла свой. Путь к файлу который как мы помним записали в корневую папку веб сервера. Это его адрес, он совпадает с адресом сервера управления. Имя файла. Запускаем. Этот файл маленький он загрузился сразу, а вот для больших можно использовать команду статуса загрузки. Возвращает номер слота и статус загрузки в процентах 100%. Следующая команда в таком же формате. Это команда проигрывания записанной музыки. Проверка голосового сообщения. Все работает. Рассмотрим еще пару интересных команд. Это информация о занятых звуковых слотах. Начальные слоты заняты стандартными системными звуками. Далее идут записанные мной пользовательские файлы. Писать свои файлы можно поверху занятых пользовательских слотов, их нумерация начинается от 1000 и далее. Команда возвращающая объем свободной памяти, ее кстати не так много. На моем шлюзе свободно порядка 11 мегабайт. При желании можно и удалить файл из указанного слота. Не забываем указать его номер. Проверим. Тут последняя запись в 10.016 слоте, то что мы только что записали в слот номер 1000 удалено. Всего 11 записей, было 12.0. Верну на место удаленную запись. Удалим этот файл из корневой папки веб-сервера. Проверим что тут осталось. Стартовая страница веб-сервер. Вернемся в Home Assistant. Для проигрывания звуков с шлюза используется сервис Xiaomi Akara Play Ringtone. Указываем параметры для него. Мак адрес шлюза. Слот с файлом укажу один из ранее записанных. Громкость проигрывания в процентах. Запустим этот скрипт. Добавим еще и подсветку. Сервис включения светильника. Имя сущности светильника шлюза. Яркость в процентах. Цвет RGB в данном примере синий. После него сервис для проигрывания звука. Пауза на 4 секунды. Подключение светильника. Проверяем. Качество воздуха снизилось. Рекомендуется проветрить комнату. Мы с вами рассмотрели проверенный рабочий метод, позволяющий создавать, записывать и воспроизводить голосовые уведомления на шлюзе Xiaomi 2. Соглашусь что этот вариант не самый удобный, но других мне пока не попадалось. С другой стороны запись уведомлений процесс не ежедневный. Один раз потратить час времени записать все что нужно и потом пользоваться годами. На этом все. Надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно оформить подписку на сервисе Patreon. Кроме YouTube канала, я веду еще Telegram канал в котором публикую новости и ссылки на товары умного дома. Все ссылки на ресурсы упомянутые в видео, а также мои проекты посвященные умному дому, Telegram канал каталог устройств форум вы найдете в описании под видео. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok